Всем привет, это Евграф. И сегодня у нас новая рубрика на канале ДимТВ, которую я решил сравнить дешевое и дорогое. И эту рубрику я так и назвал «Дешево против дорого». Если у вас есть идеи получше, пишите в комментариях. В этой рубрике я буду сравнивать два коктейля, например, коктейля. Один приготовлен из дешевых ингредиентов, которые я смог найти, другой из дорогих. Сразу скажу, что у меня нет задачи использовать супер паленую водку, там, и лимонную кислоту вместо лимона, то есть прям совсем дно скрести. Моя задача использовать более дешевый и более дорогий ингредиент, чтобы сравнить вообще, насколько влияет качество и цена напитка на результирующий коктейль. И сегодня я буду готовить два лонгайленда, а ничего не подозревающий Виталик будет их пить и говорить, что ему больше нравится, что меньше. С первым днем осени, кстати. Итак, приступим. Сначала я сделаю дешевый лонгайленд IST, для этого нам понадобится стакан. Лед я туда класть пока не буду, я сначала все смешаю, оба напитка, а потом уже положу лед, чтобы он не разбавил первый напиток, который я буду по очереди готовить. Понятно, да? В лонгайленд все ингредиенты ром, текилы, джин, водка, трипл сек идут в равных количествах. Я буду наливать по 25 миллилитров, потому что у нас большой стакан, это будет щедрая порция. Первое. Ром. Ром Олд Касл, армянский. Я купил его в Магните. Стоит он 355 рублей за пол-литра. Первый раз покупал такой ром. Ну, чем-то напоминает даже ром по запаху. Нальем-с. Честно говоря, дешевле я не видел никогда рома. 25 рома. Если вы знаете, ром дешевле, скажите, я вообще себе не представляю. Я думал вообще какой-нибудь Shark Tooth покупать, но даже Shark Tooth дороже. Дальше у нас идет водка. Водка царский кубок. Надо сказать, что бутылка выглядит существенно дороже, чем стоит эта водка. Я покупал в красном и белом за 300 рублей, точнее 2,99. Естественно, тоже 25 миллилитров. После водки Triple Sec. Это Triple Sec из ленты. Он стоит типа 505 рублей за пол-литра. Мы, кстати, тестировали, если вы не смотрели, Triple Sec вслепую, и он занял аж второе место. То есть, в соотношении цена-качество он очень даже неплох. 25 миллилитров. Дальше идет самое дорогое, что есть в этом коктейле. Это текила. Текила Sombrero. Я купил ее в Магните. Дешевле не нашел. 620 рублей. 0,5. Но зато это прям мексиканская текила. Я думал, что есть какая-нибудь российская. Если знаете, кстати, напишите в комментариях. Потому что реально это удорожило всю смесь. И напоследок джин. Я выбирал между этим и White Lace. Они стоят одинаково. 250 рублей за... Сколько там? Пол-литра, по-моему, да? Да. Это джин Freeman. Прикол в том, что джин это вообще самое дешевое, что есть в этом коктейле. Дешевле, чем водка. Естественно, российское производство. 25 миллилитров. Он раньше стоил 300 рублей. Ну, White Lace тоже 250, по-моему, стоит. Выбирайте, что хотите. Я решил этот, потому что этот я пил, и он, в принципе, неплохой. За эти деньги-то вообще. Дальше надо добавить немного лимончика. Естественно, дорогой лимон покупать я не стал для дешевой версии коктейля. Вот у нас наша сиклка. Лимоны там в разных рецептах по-разному. Я добавляю 15 миллилитров. Я думаю, вот этого я добавлю. Потому что он кислее, чем обычный лимонный сок, который я только что выжил из лимона. Вот это весь алкоголь, плюс лимон. Все, что есть, я смешал. Это дешевая версия. Отставим ее пока в сторонку. Теперь приступим к дорогой версии. Опять же, это не какая-то там безумно дорогая, бессмысленная версия. Это просто хороший, качественный алкоголь. За весь этот алкоголь спасибо сайту Эльвайн. Начнем с рома. Ром Флор де Кани. Я думаю, что вы его знаете. Тоже 25 миллилитров мы нальем. Это хороший светлый ром. Хоп. Я, причем, специально взял светлый ром, потому что все-таки мы их сравнивать будем слепу, эти два Элон Гайленда. Хотя можно и темный использовать, со специями хорошо использовать ромы, но я не стал. Я решил взять хороший ром. 2177 рублей за бутылку 0.75. Дальше идет водка. Финскай Президент Стайл. Не путать с водкой финский лед. Финскай Айс. Это водка высококачественные зерновые спирты, настои зерен риса и корни радиолы розовой, а также чистейшей ледниковой воды озера Сайма. А Финскай Айс это дешевая водка, которую, кстати, ради интереса надо было взять, но я не знаю, где ее взять. 25 миллилитров. Дальше Куан Тро. Победитель нашего слепого тестирования трипл секов. 1197 рублей за 0.7. Ну, Куан Тро, вы все знаете, про него можно много не рассказывать. Дальше идет Текила. Эль Дестиллядор Премиум. Мексика. Естественно, 100% агава. Текилу я, в принципе, не очень люблю никакую, но это в любом случае хорошее, как минимум. По цене-то она точно хорошая. Собранную вручную агаву пропаривают для получения сахаров, а затем мягко отжимают. Сброженный сок подвергают двойной дистилляции, а затем выдержки в бочках из белого американского дуба два месяца. Дальше американский джин Хигсон. Мы его использовали. Тут небольшая разница есть по сравнению с тем джином. Этот 46 градусов делают в Южной Каролине. 3059 рублей за 0.75. И, конечно, лимон. Лимон я взял в киоске, в котором продают хорошие фрукты у меня рядом с домом. К сожалению, там не было узбекских. Вообще я нигде не нашел узбекские лимоны. Конечно, узбекских всегда было бы хорошо. Испанские. Хороший лимон. 250 рублей, конечно, наверное, можно найти дешевле. Но я не стал экономить. В конце концов, это дорогая версия коктейля. Мы из него надавим сока. Здесь я сделаю ближе к 25 миллилитрам, но все равно меньше. Ах, хороший сочный лимон. Где-то 20 миллилитров получилось. Через ситчик перельем, чтобы все было чисто. Вот такая часть лимона. Не знаю, сколько это. Наверное, четверть. Итак, у нас есть дешевая версия. У нас есть дорогая версия. По количеству все ровно. Я молодец. Ничего не ошибся. Осталось положить туда лед и залить колу. В каждый из этих напитков я положу ровно по 6 кусочков льда. После чего перемешаю, чтобы и алкоголь размешался, и чтобы лед немного подтаял и лег поровнее. Это дорогая версия. И 6 точно таких же кусочков льда я кладу в недорогую версию и тоже перемешиваю. Никогда еще, по-моему, не делал коктейль Лонг-Айленд с методом стир. Теперь осталось долить колы. Я взял обычную Кока-Колу для бюджетной версии. Можно, конечно, было бы сэкономить еще и взять типа там колы красная цена или каждый день, но это уже экономия на спичках. По сравнению с остальными ингредиентами это копейки, а Кока-Кола это все-таки уже признанный бренд для добавления в Лонг-Айленд. Я добавлю 150 миллилитров. Раз, два, три. Бюджетная версия готова. Вставлю в нее трубочку. Красную, пролетарскую трубочку. Двухлитровая кола стоит 129 рублей, а в дорогую версию я налью Curiosity-колу Fentymons. Она стоит 129 рублей тоже, но за 275 миллилитров я покупал в метрах. Раз, два и три. По 150 миллилитров. Это не совсем по классике, конечно, я знаю, там сплэш-колы, бла-бла-бла, но моя задача сделать вкуснее, как и делаю я. Я люблю делать вот именно так. Дальше втыкаем голубую трубочку, типа голубая кровь, не знаю. Короче, красная это пролетарская, синяя это дорогая версия. Дорогой мы украсим красивым ровным кусочком лимона, а бюджетный таким вот некрасивым кусочком. Ну, правда, того же самого лимона. Это так уже, для презентации. Итак, два Лонгайленда готовы. Пришло время позвать ничего не подозревающего Виталика, который попробует их и скажет, какой лучше, какой хуже. Заходи сюда, Виталик. Какая у тебя хорошая футболка. Кто тебе такую подарил? Попробуй вот эти два Лонгайленда и скажи, что ты думаешь. Почему-то у меня ассоциация с матрицей сразу. Попробуешь синий, и все останется как было. Нет, не задумывайся. Просто попробуй и скажи, что тебе нравится, что не нравится. Очень мягкий, сладенький, плавно раскатывающийся вкус колы по ротовой полости. Очень приятный и свежий с лимончиком. Классический, по-моему. Я не знаю, но сейчас попробуем этот. Этот интересней. Вот все то же самое, что сказал выше, но у него есть какая-то приятная горчинка. И он крепче. Значительно крепче. Единственное, я их не размешивал. То есть, может быть, там еще что-то осталось еще внизу. Больше алкоголя в одном из них. Может. Может. И у него более насыщенный вкус и послевкусие. Давай еще раз попробуем. Давай, давай. Второй проход тестирования. Да. Этот прям приятненький такой для девушек, я бы сказал, горналонг. Пардон. Он такой мягенький, очень питкий, мягенький, нежный. Так, женский питкий, нежный, синенький, да, у нас? А красный? Да, да, красный. Оказай, сам-то попробуй. Я же сам не пробовал. Хороший лонг, кстати. Красный, наверное, все-таки больше для мужчин, как говорил Максим Галклосов, да? Мужик должен пить крепоша. Более насыщенный, более такой стронг, с небольшой горчинкой, но весьма-весьма. Какой бы ты заказал? Честно, вот этот. Синенький? Да, я люблю коктейли для девушек, которые, ну, потому что они классненькие, вкусненькие. Но это я заказал бы вот только лишь в том случае, если бы хотел просто спокойненько почилить. А вот если бы я пришел на какую-то тусу и планировал бы отрываться, то я бы заказал вот этот. Мне кажется, мне кажется, что вот этот синенький, это классический, а этот какой-то, типа, авторский. Какой-то не знаю. Возможно, ошибаюсь, конечно. Да. Идея была сегодняшнего эксперимента в том, что я готовлю один из самых дешевых напитков, которые я могу найти в магазине. Второй из, не то чтобы самых дорогих, но качественных и дорогих. Вот этот вот с синенькой трубочкой, который, его себестоимость, только алкоголя, 371 рубль 55 копеек. Плюс еще кола, ну и лимон. А себестоимость вот этого с красной трубочкой, 101 рубль 24 копейки. Плюс еще лимонная сиклка и кола, кока-кола обычно. Тогда выбор очевиден. Но этот помягче, я согласен, кстати, да. Текила, в принципе, вроде ок вот эта вот. Ну, водка тоже, водка и водка. Трипл С, как мы тестили, он нормальный. Джин вот этот вот с черепом, он тоже ничего, 250 рублей. Уже 250? Да, он еще подешевел. Мне кажется, армянский ром все испортил. Если вот сюда добавить нормального рома какого-нибудь, например, Флорда Канье, то будет хорошо. И, ну, естественно, это типа двойная порция. То есть это большой стакан, по 25 миллилитров обычно нигде не льют. Я помню, мы где-то заказывали и там лили вообще по 10. Большой стакан, куча льда, по 10 миллилитров всего бухла, то есть 50 суммарно. И остальное кола, ну и лимон такой, кисло-сладкий микс. То есть я бы сказал, под настроение получается. То есть если ты хочешь немножечко почилить, отдохнуть, просто в спокойной обстановке посидеть там с друзьями, посмотреть фильм, то вот этот. А это реально слаще. А мне кажется, он слаще, потому что Coca-Cola слаще, чем Fentyman's. Вот эта кола. Может быть, кстати. Давайте попробуем. Да, это менее сладкая. Она более такая пряная. Тут прикольная вообще кола. Так что такой эксперимент. Спасибо Виталику за непредвзятое мнение. То есть вообще человек не в курсе был, не присутствовал при приготовлении. Так, надо еще крутить тебя вниз. Или вот так. Пишите, что поменять, что вам понравилось, что не понравилось. Может быть, надо делать три версии. Ну, как бы с Лонгайлендом я хотел начать просто потому, что туда идет дофига бухла. И при этом ни один из алкоголей, который туда идет, он не выпирает. Он как бы там все вместе. То есть просто если смешать, допустим, дорогой виски с колой и дешевый виски с колой, то будет очевидно, что разница в виске будет очевидна. А здесь вроде разницы есть, при этом этот слаще, да? Дешевый слаще. И более какой-то горчее. У этого прям даже вкус есть, несмотря на то, что это Лонг. Вот. И разница есть, но она непонятно в чем заключается. Я, конечно, моё мнение здесь предвзято, потому что я знаю, что я туда наливал, изначально знал, но синенький мне нравится больше. Ставьте лайки, дислайки, подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если вы хотите купить весь алкоголь, который шел вот сюда, то идите в разные магазины, я сказал, где. А если вы хотите нормальное бухло купить, которое шло в нормальный коктейль, то переходите по ссылке на сайт Elvine, по промокоду EDIMTV, скидка 35% на весь алкоголь, кроме спецпозиций и скидочных уже позиций. Пишите в комментариях, как назвать рубрику. Дороги, дешево пока. Моя идея супероригинальная. И, конечно, пишите, что еще попробовать, что еще сравнить вот таким вот образом. До новых встреч, пока. Если брать отношения цены и качества, конечно, вот эта с красной трубочкой лучше, потому что это, в принципе, нормальный лонг за 100 рублей в себестоимости. Двойной. Кстати говоря, если вы считаете, что в барах, типа, такая дикая накрутка, потому что, о, всего за 100 рублей можно приготовить лонг-айленд. Надо не забывать, что там, кроме самих ингредиентов, в себестоимость входит еще аренда, зарплата, всякие там пожарные инспекции и прочее, прочее, прочее. Много всего, поэтому не надо так вот. И плюс еще желание заработать, потому что все-таки бизнес должен зарабатывать, а не продавать все в ноль. Вообще лонг хорошая. Я давно-давно не пил лонг. Я тоже. Самое дорогое, кстати, как ни странно, и в том, и в другом случае, это текила. Эта текила дешевая, стоит 620 рублей за 0,5. То есть это самая дешевая, которую я нашел. Но она, в принципе, мексиканская, типа, ок. Кстати, еще прикол. Вот этот дорогой лонг-айленд, в нем он крепче. Потому что здесь текила 38, дешевая, и джин дорогой, который Хигсон, он аж 46. То есть немного крепче, но при этом мягче. А эта текила вообще стоит сколько-то прям много денег. 3 тысячи, 4 тысячи, что-то такое. Охренеть. И главное, помните, гарбучин, гарбуч аут. Как гласит главное правило информационной теории, по-моему. Плохие данные собрал, плохие результаты получил. То же самое с коктейлями. Так что, со вкусом, с любовью, пейте всегда аккуратно. И остался лимон. Субтитры создавал DimaTorzok